Разговор получился тяжелый. Иван, срочно приезжай, твоя мама при смерти, может еще успеешь проститься, тяжело в трубку дышал Павел Петрович. Она боится, что вы больше можете не увидеться в этой жизни и просит тебя незамедлительно приехать. Отчим тоже меня торопил. Я взял месячный отпуск, выгреб все свои сбережения, купил билет на самолет и вылетел в Хабаровск. Чуть меньше суток ушло на дорогу. Из аэропорта мне еще нужно было добираться на перекладных до моей малой родины, далекой деревни, затерянной в глухой дальневосточной тайге. Слава богу, я успел застать маму живой и проститься с ней и похоронить достойно на деревенском кладбище. После того, как с поминок разошлись все соседи, мы остались с отчимом в избе вдвоем. Любил я его как родного отца. Павел Петрович вырастил меня после того, как я остался сиротой в пять лет. Он был лучшим другом моего батя. Сперва просто помогал матери пережить трагедию, а потом женился на ней. Так мы и стали семьей. Если бы не этот сильный, правильный, мужественный человек, еще неизвестно, кем бы я вырос. Он много лет проработал егерем в нашем районе. Да и сейчас еще частенько наведывался в тайгу, помогал своему молодому преемнику, учил его, наставлял, как когда-то меня. Любил я слушать его таежные истории и тогда и сейчас. Вот и сегодня сидели мы с отчимом за одним столом, поминали мать, вспоминали прошлую жизнь. Попросил он меня пожить у него хоть сколько-нибудь, чтобы не так тяжело ему было переживать в одиночестве боль утраты. Вдвоем легче горевать. Я любимую потерял, а ты мать похоронил. У меня был еще почти что месяц отпуска, я подумал и согласился. Когда еще удастся побывать в родных краях? Днем мы ходили по тайге, бродили просто так без особых дел, хотели надышаться, напиться этим свежим хвойным воздухом впрок. Пару раз оставались в тайге на ночную рыбалку с костерком и свежесваренной ухой. Павел Петрович курил самосад и опять вспоминал про самые интересные случаи, которые с ним происходили в тайге. Конечно, те истории, которые он мне рассказывал в детстве, я помнил наизусть. Но были и новые, что приключились с ним, когда я уже жил далеко от родных мест в столице. Тут такое дело, сынок, начала рассказывать отчим. Вот ты когда-нибудь задумывался о том, что братьям нашим меньшим, какими бы огромными, сильными и опасными они не были, тоже не чуждо чувство привязанности, признательности, благодарности и любви. А вот я имел шанс лично убедиться в том, что абсолютно любое животное на этой земле готово отплатить добром за добро. Было это лет десять назад, я тогда еще работал и был полон сил. В тот год зима выдалась как никогда злой и несговорчивой, казалось, кучи снега никогда не уменьшатся, даже на пару сантиметров, не то чтобы полностью впитаться в тугую промерзлую землю. Да и осень принесла не такой уж богатый урожай, прибавьте сложные времена и получили мы очень тяжелый год. Приходилось экономить на всем, корм для животных был уже практически дефицитом, мы выкручивались как могли, а тут вдруг новая напасть – волки. Сам знаешь, если диким животным не хватает в тайге пищи, то они идут в деревне к людям. Периодически по селу ходили слухи, что у кого-то пропала курица или даже что-то покрупнее, и конечно же практически каждое утро кто-то видел следы, бывало крупные, бывало и небольшие. Но это была еще не самая большая напасть. В один из дней кто-то из местных обнаружил за деревней следы тигра. Вот это уже было намного страшнее, чем волки. В то время я как раз жил на нашей таежной заимке, помнишь нашу избушку. Я, конечно, все помнил, тот небольшой, но прочный и теплый дом в тайге, где провел вместе с отчимом много счастливых минут. Так вот, продолжил свой рассказ Павел Петрович. Захожу я как-то в сарай, а там сюрприз. Два маленьких тигренка у стены прижимаются друг к другу. Я даже присвистнул. Вот те на! И как вы тут оказались, ребята? Не место вам здесь. Ой, не место. Я присел и начал разглядывать малышей. Они еще практически ничего не могли и не умели. Им-то от роду было всего ничего, маленькие и совсем не опасные. А мамочка-то ваша где? Это ее люди видели в окрестностях деревни. И тут я сам заметил, что вокруг нашей избушки появились следы тигра. Оказывается, зверь уже пару дней ходил недалеко от дома. Это было совершенно несвойственно для этого осторожного хищника. Судя по размеру следов и повадкам хищника, это была крупная самка, вполне уверенная в своей силе и безнаказанности. Но зачем она принесла и оставила своих детей в моем сарае? Голод. Вот что заставило ее сделать этот безумный шаг. Она хотела спасти от голода свое потомство. Я пошел в дом и вынес с малышам молока. Они не совсем поняли, что с ним делать, но через пару минут уже во всю локали его из миски и вскоре все выпили. На следующий день обхожу территорию и снова нахожу еще две лешки тигрицы. Значит, она не ушла далеко от заимки, а как раз наоборот, она ждет своих детей. Я стал подкармливать малышей. Судя по следам, мамочка заглядывала к нам каждую ночь. Хорошо, что у меня в леднике было достаточно припасов, достаточно, чтобы подкормить не только голодных малышей, но и их маму. Я стал оставлять ей то тут, то там понемногу оленьего мяса. Так прошло несколько недель, и я исправно носил тигрятам еду. Даже набравшись смелости, иногда позволял себе погладить их мягкую рыжую шерсть. А потом в один день малыши исчезли. Вот вы и выросли, подумал я, глядя на подстилку из сена, на которой еще вчера сидели тигрята. Вот мамочка вас и забрала, дождалась таки, пока вы силы наберетесь, и отвела в родную стихию. А тем временем люди из деревни заметили, что кражи скота прекратились. Либо в лесу нашелся новый источник пищи, либо что-то другое было тому причиной. Но я помалкивал, никому об этой истории не стал рассказывать. Прошло уже года полтора с момента последней встречи с тигрятами. И вот однажды ранней осенью шел я вечерком с рыбалки. Путь мой лежал через тайгу. Я был слишком занят своими размышлениями, что даже не заметил, откуда появился хозяин тайги, огромный бурый медведь. Он, как из-под земли, вырос на моем пути. Я попятился от испуга и едва не упал. Ни о какой борьбе не могло быть и речи. Ружья-то я на рыбалку с собой не взял. Я бросил подальше от себя сетку с рыбой и стал пятиться назад. Медведь, конечно же, предпочел подкрепиться тем, что мельче и не требует борьбы. Он накинулся на рыбу, а я тем временем отбежал немного в сторону, но прекрасно понимал, что встреча эта может плохо для меня закончиться. Через несколько минут или, может, даже секунд вся моя рыба провалилась в медвежье брюхо. Ну все, хана мне. Ты же знаешь, сынок, бежать от медведя бесполезно, и на дереве не спрячешься. Достанет. И вдруг из-за кустов вышли два тигра, похожих как две капли воды друг на друга. Я все еще не понимал, как на это реагировать. И тут тигры стали, как бы играясь прямо как две кошки, напрыгивать на медведя с двух сторон. В итоге медведь отвлекся на них, и они увели его за собой в тайгу. Я, наконец-то, выдохнул с облегчением. По моему лбу пот стекал ручьем и застилал глаза. Я поспешил домой, и лишь закрыв за собой дверь и сев на пол, я чуть не разрыдался. Во-первых, от пережитого стресса, а во-вторых, от умиления. Я же прекрасно понял, что это были за тигры. Я так им благодарен за мое спасение. Когда-то я им дал шанс на долгую жизнь, а через много месяцев они мне подарили возможность остаться в живых. Только тогда я рассказал твоей маме всю эту историю с самого начала, в этот самый день, который стал для меня вторым днем рождения. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!